Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Грощи. Меня зовут Александр Преподобный. Роман Светан сегодня у нас в гостях. Подведем некие итоги почти уже 10 месяцев войны с Романом Григорьевичем. Роман Григорьевич, вам здравствуйте. Спасибо, что время нашли. Приветствую. Друзья, очень важные условия. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, если кто-то еще не подписан. В условиях отключения света это очень важно и очень помогает нам в работе. Спасибо вам за подписку. Роман Григорьевич, понятно, что еще круглой даты нету, 10 месяцев и до Нового года еще нужно дожить. Давайте попробуем все равно эти 10 месяцев как-то подбить итог. Чего Украине удалось добиться, чего не удалось? Как вы оцениваете войну по состоянию на почти 10 месяцев? За 10 месяцев украинское общество собралось, сконцентрировалось, определило определенную стратегему поведения. Это целая нация, можно сказать, нация состоялась за эти 10 месяцев и состоялась в хорошем для нации ключе, в хорошем для нас, украинцев, направлении. Видно, пришлось, конечно, пролить кровь свою, но это как всегда, независимость без крови не бывает. Пришлось пролить кровь свою, пришлось потерять пока, по крайней мере, некоторые позиции на фронте, но, тем не менее, мы понимаем, как идти, с кем идти и куда идти. И, естественно, на этом пути мы нашли очень много союзников. Как оказалось, это десятки стран. Причем, может, с одной стороны, и в 2014 году мы такого даже не могли себе представить. То есть, те страны, которые в 2014 году голосовали в свое время по Крыму, с одной стороны, сейчас это уже видно движение и в мире, движение поддержки Украины, уже голосовали по резолюции в ООН совсем уже по-другому. То есть, мы добрали несколько десятков стран в нашу поддержку, и это говорит о многом. Россияне теряют позиции, теряют позиции в мире, теряют позиции даже в тех своих союзах, в которых они изначально были. А мы растем. Мы растем и как нация, мы растем как армия, мы растем, оппозиция наша растет в мире. То есть, нашу страну, нашу нацию, нашу борьбу, я думаю, оценил весь мир и помощь мира, которую мы видим, она нам помогает. Если коснуться по направлениям, очень видна большой прогресс, допустим, у наших политиков, у наших политического руководства. С полностью капитулянских позиций в начале войны они уже сейчас перешли к победоносным, по крайней мере, движениям в ту сторону, до деоккупации нашей страны до 1991 года. Мы уже не слышим тех предварительных посылов, связанных с 24 февраля, то есть выхода на границы где-то 24 февраля. Мы не слышим уже тех капитулянских настроений, которые были через 2-3 дня после начала атаки. Естественно, уже все забыли про те почти подписанные договоренности о передаче Крыма и Донбасса России, которые были 27 марта. То есть видна рост политической составляющей, консолидация этой составляющей политической с военной и гражданской частями нашего общества. Сейчас можно говорить о том, что мы прошли за 10 лет, за 10 месяцев определенный путь по консолидации всех трех ветвей – политической, военной и гражданской. Мы имеем единую дорогу, единую дорожную карту. Мы прекрасно понимаем, как по ней пройти, и у нас очень много друзей на этой дороге. Роман Григорьевич, не могу не затронуть тему Киева после выхода интервью генерала Залужного. Весь мир об этом говорит. Он заявил о том, что 200 тысяч группировка есть у России для того, чтобы повторно попытаться захватить украинскую столицу. Но смотрите, они же сделают явно какие-то выводы. Уже просто тупого марша по Броварской трассе, по Черниговской трассе не будет, которую мы просто с Дживелинов и Байрактаров обстреляем. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эту вероятность наступления? Когда она может быть? Сколько нужно времени россиянам на подготовку? И все-таки какие ошибки они учтут, если на это решаться? У россиян лежит тот план, по которому они отработали в начале этого года. Он не удался, они поняли, где он не удался, почему не удался. Но плана другого нет, он один и тот же. То есть они его отработали, его отрабатывали не один месяц. Это такого рода планы, отрабатываются годами, подготовка. И они поняли, где ошибки, постараются их, постараются, по крайней мере, их учесть. Но сам план, он невыполним с военной точки зрения. Он до сих пор невыполним без полной мобилизации, без подготовки всей страны России к нападению на Украину, на 40-миллионную страну. То есть этот план, который подготовлен, он изначально стартово основан на невыполнимых задачах. Война – это математика. Невозможно в 140-миллионной стране завоевать 40-миллионную страну. Просто невозможно. Это если был бы Китай, тогда можно было бы о чем-то говорить. Но опять, если был бы Китай рядом с нашей страной, а, имеется в виду, была бы у нас общая граница с Китаем, а на расстоянии 7 тысяч километров это даже Китаю невозможно. Потому завоевать 40-миллионную страну России просто не удастся. Естественно, все планы, которые у нее рассчитаны, и даже этот военный план, который был в начале этого года, и тот, который опять ложится на стол военно-политическому руководству России для его выполнения в следующем году, он изначально ущербен. Они, естественно, будут пытаться выполнить какие-то, хотя бы какие-то части этого плана. Сейчас то, что россияне выполнили из начального плана, у них Крым, они оккупировали Крым, часть Херсонской области, часть Запорожской области, и часть Донецкой, и почти всю Луганскую область. Дальше они будут двигаться, исходя из стартово, из этого базиса. Они, во-первых, будут стараться удержать эту кишку, так называемую, я постоянно ее так называю, действительно, около полутора, полторы тысячи километров кишки с толщиной около 100 километров, глубина фронта, Запорожского фронта до Азовского моря, около 100 километров. Ее удержать практически невозможно. Это нужно около полутора миллионов человек для того, чтобы наполнить, насытить фронт и удержать такого рода фронт. У них нет таких людей на данный момент. Потому, исходя из этого базиса, из того, что они сейчас имеют, они будут пытаться удержать именно это направление. Все страшилки, которые сейчас ходят в информационном поле, эти страшилки подтверждают даже прилет того же Путина или его двойника, неважно, это все делегации в Беларусь. Посылы, опять, которые идут, мы их прекрасно слышим. Мы, союзное государство России и Беларусь, требуем каких-то гарантий, готовы к переговорам, требуем гарантии безопасности от европейских, от ЕС и мировых лидеров. То есть это все еще идет, они старую пластинку играют для того, чтобы как-то пересидеть определенный момент, уже зиму, и попытаться подсобраться. Движение с Беларуси невозможно практически никакими силами, потому что любое количество войск, которые они могли бы собрать, оно им нужно на Южном фронте, потому что любое наше движение на Южном фронте, они начинают сыпаться, они это прекрасно понимают. Потому что, скорее всего, сейчас мы видим большую информационно-психологическую операцию, направленную, первое, на наших партнеров, западных партнеров для выполнения каких-то задач. Я думаю, для того, чтобы уменьшить поток вооружений, которое нам идет, и они прекрасно понимают, что мы будем двигаться в ближайшее время. Ну и второе – это растягивание наших сил, средств и отвлечение наших резервов на северное направление. Это с военной точки зрения. Выполнить другую задачу они просто не смогут. Она будет так же выполнена, если даже начнут ее выполнять, она будет так же провалена, как была провалена начало этого года. А наши генералы и генерал Залужный, генерал Сырский, генерал Наев, генералы, которые выполняют задачу обороны страны, то есть они всегда идут по самому пессимистическому, самому сложному сценарию. Они его озвучивают, они его показывают. Показывают о том, что у нас есть такая возможность, невозможность, а мы так же предугадываем какие-то действия россиян оттуда, откуда, откуда, с каких-то направлений нам для того, чтобы выполнить определенные задачи. Нам надо то-то, то-то, то-то и то-то. То есть, в принципе, это правильная позиция нашего военного руководства, которое просто подсвечивает определенные проблемы, причем эти проблемы, они реально есть. У нас реально не хватает вооружений. То есть это реальные проблемы, которые могли бы нам помочь выполнить, во-первых, наши те поточные задачи, которые у нас сейчас стоят. У нас впереди три месяца зимы, морозных месяцев, когда мы можем наступать. Причем использовать именно зимние морозы для выполнения определенных действий, наступательных, причем они понятны, они лежат практически у всех на столах, и двигаться по ним не хватает просто вооружений. Поэтому просто идет подсвет наших военных начальников именно вот такого рода проблем. Они же не подсвечивают, допустим, проблему наступления российских войск со стороны Польши. Подсвечивается определенная проблема, которая может быть гипотетически возникнет. Поэтому это самый оптимальный вариант. Роман Григорьевич, кстати, вы сказали про Путина и Лукашенко, как он летел его давить, да, и будем иметь итоги скоро этой встречи. Три самолета, говорят, вместе с ним вылетело для того, чтобы прикрывать его рейс. По-настоящему боятся. А чем она будет занята? Какие задачи ей дадут, если не наступление на Киев? Я имею в виду российская группировка. Ну, три самолета, понятно. Это стандартный набор. Три машины выезжают, три самолета вылетают. Это стандартный набор охраны такого рода лиц, когда они перемещают. В принципе, не проблема. Группировка, которая может быть создана, допустим, на севере нашей страны, в районе Белоруссии, она не может быть больше тех группировок, которые сейчас есть в районе Южного фронта. Просто она не может из-за того быть больше, потому что именно там их не хватает. То есть любой, грубо, корпус, который они смогут где-то создать, они в первую очередь будут заводить его на Запорожское, Херсонское направление, на Донбасс и на Луганск. Сейчас у них не хватает для того, чтобы перекрыть эти направления. Потому что о создании мощного какого-то группировки на севере нашей страны, в районе Белоруссии, можно только тогда, когда они перейдут в наступление по всей линии фронта, по всем там тысячу километров фронта. А это просто пока, по крайней мере, нереально. Единственное, это можно спрогнозировать, что такого рода действия могут быть, допустим, на начало весны, после одной или даже двух волн мобилизации, те, которые они провели примерно вот в начале, в сентябре-октябре. То есть им надо около, может быть, действительно здесь генерал заложенный прав, около двухсот тысяч человек. То есть надо еще как минимум одна волна мобилизации, которая смогла бы зайти, допустим, на север в район Белоруссии и выполнить какие-то действия. Но даже этой волны, этих двухсот тысяч человек, двухсот точно не будет. Они даже эту первую волну не смогли собрать такое количество войск и подготовить. А тем более не просто собрать, подготовить – это очень важно. Потому вряд ли они соберут такое количество и двинут на Белоруссии. Тем более мы будем за этим наблюдать. Само движение может занять несколько месяцев. То есть если, допустим, сегодня приняли решение начать такого рода движение, то оно закончится, может и развернуться для выполнения боевых задач минимум через два месяца. Это минимум. То есть движение больше ста тысяч, стотысячного войска – это очень много, это очень много времени. Опять это я говорю по минимуму, а зная российскую беззалаберность, то есть это еще плюсом два-три месяца. Это на начало весны, не раньше. Потому на данный момент я не вижу вообще никаких проблем, связанных с севером нашей страны, то есть с Белоруссией как таковой. Ну а белорусская армия не будет воевать. Белорусский народ будет против любой войны, в которую будут, против Украины, в которую будет втянута белорусская армия. Прекрасно Лукашенко об этом знает. Об этом, кстати, знает и Путин в том числе. Потому я не думаю, что уж до такой степени будут Лукашенко наклонять к действиям прямого вторжения на территорию Украины белорусских войск. Роман Григорьевич, последний вопрос. Обчередные прилеты на Киевщине, итог этого дня, трое раненых, несколько домов повреждено, обесточили три района. Несмотря на фактически фантастические результаты работы нашего ПО, прилеты все равно есть и попадания есть. Вы как военный летчик скажите, что мы можем сделать в небе для того, чтобы это остановить? Или никаких решений нет? Речь идет только о том, чтобы полностью победить Россию на поле боя. И это единственная пилюля в этом случае. Ну, это самое лучшее решение. Но, тем не менее, можно еще некоторые вещи сделать. Можно вокруг того же Киева выстроить определенную сеть, не сеть, а определенных несколько периметров обороны именно вокруг Киева. Понимаю, что сейчас, в основном, основные удары идут по столице. И в ближайшее время будут, то есть, исходя из минимала уже действий россиян, так как у них все меньше и меньше становится даже тех же шахедов. В начале была партия в 500 машин, сейчас 250 машин. То есть, в начале у них были тысячи ракет, сейчас уже сотни насчитываются. То есть, у них боевой потенциал постоянно уменьшается, потому этот малый боевой потенциал они будут использовать в основном по столице. Потому, я думаю, вокруг столицы надо возводить определенную линию обороны ПВО, как в свое время было при Советском Союзе, две-три линии обороны ПВО вокруг Москвы. Вот такого уровня именно оборонять столицу уже как военный объект, в чистом виде, как военный объект. Здесь разбирать систему ПВО. Система ПВО столицы должна быть, она может быть даже не центром, она должна стоять как отдельной системой противовоздушной обороны, противоракетной обороны, как один из самых ведущих военных объектов. Вот это будет самое... Если ПЭТ-реакции мы получим, которые вот сейчас нам Соединенные Штаты должны передать, то это поможет как раз сделать круговую оборону столицы? Есть такая возможность? Да, если поставить... Все будет зависеть от того, как будут расположены такого рода системы. Но, возможно, в районе столицы организовать отдельную систему противовоздушной обороны, несколько, два-три кольца ПВО, и не только на базе ПЭТРИОТ. Это можно делать, допустим, на базе тех систем новейших, которые сейчас заходят. Те же АРИСТ, те же НОСАМСЫ. Это оптимальный вариант. Так как раз против шахедов будут работать. ПЭТРИОТ они будут работать против шахедов. А АРИСТ СЛМ может работать. И довольно-таки неплохо работает. Даже против такого рода машин. Потому оптимальный вариант, скорее всего, все-таки вокруг Киева возводить систему противовоздушной обороны на базе новейших систем, которые это тысячелетия. АРИСТ СЛМ, НОСАМС и СМТ сейчас должны подойти. То есть здесь вот такой оптимальный ход именно такого плана. Спасибо огромное, Роман Григорьевич, за то, что пообщались с нами. Друзья, подписывайтесь на канал ГРОЩИ. Очень нужна ваша подписка. И вот спасибо огромному Рому Григорьевичу Светлану, военному эксперту, за эту беседу. Все, хорошего дня вам. Спасибо, Роман Григорьевич.